Всем привет! Вчера я ходила по магазинам и приобрела себе вот такую вот палетку от Inglot, вернее Inglot, и меня очень многие просили сравнить тени Atelier и Inglot, я решила приобрести палетку. Вот такие вот оттеночки я выбрала в этой палетке, и сегодня у меня макияж как раз такие с тремя из этих оттенков, это вот этот, средний и в конце, который находится черный, синий и персиковый. В общем-то, если вам интересно посмотреть, как сделать этот макияж, который сейчас на мне, и также посмотреть, как ведут себя тени Inglot при растушевке, при нанесении, то, конечно же, оставайтесь и смотрите это видео до конца. Я уже сделала форму в карандаше, это форма-петля, как вы видите. Если вы еще не знаете, как ее делать, то я оставлю ссылку под видео, где вы сможете посмотреть, как делается эта форма. В принципе, здесь ничего особенного, та же классика, только вот здесь вот такая вот петля делается. В любом случае, если вы не знаете, то можете пройти, посмотреть то видео, и вам сразу станет все понятно. Теперь я буду переходить к заполнению этой формы тенями. Первый оттенок, который я буду брать, вот такой вот темно-насыщенный синий, 340-го оттенок Inglot. И я начинаю заполнять свою форму, которую я построила в карандаше. С синими тенями будьте крайне осторожными, потому что, если вы очень много будете раз наслаивать синий оттенок и растушевывать, у вас очень легко может получиться грязь. Особенно с таким оттенком, который я использую, потому что это такой, уже сразу он такой грязно-синий, и если с ним перетушевать, то, в общем-то, получится беда. Наношу этот же оттенок во внешний уголок глаза. Очень осторожно. В принципе, я пока здесь не сосредотачиваюсь, чтобы у меня здесь все было красиво. Потом я вернусь и, скажем так, нанесу туда тот оттенок, который мне нужен. В основном мне сейчас нужно убедиться, что у меня вот эта зона тушевки будет красивее. И я сейчас именно на ней сосредотачиваю свое внимание и буду растушевывать этот оттеночек. Пока я оставлю все на вот этом этапе, и теперь я на маленькую кисть наберу все тот же синий оттенок и пройдусь по своей петле здесь. Опять оставляем нашу петлю в покое и перехожу теперь я к подвижному веку. На подвижное веко я буду наносить вот такой вот персиковый, немножко с блесточками оттенок 612 от Inglot. Этот оттенок не очень такой плотный, поэтому мне нужно будет пару раз, скажем так, макать кисть в него, набирать на кисти этот оттенок и пару раз вот так вот проходиться по веку. Для того, чтобы получить контраст, вам действительно нужно, чтобы оттенки были более-менее насыщенными, чтобы этот контраст был виден. Контраст между персиковым и синим очень красиво смотрится, но только если эти оттенки более-менее чистые, потому что если будут такие невзрачные оттенки, то вы так не сыграете на контрасте и не будет такого эффекта. Для того, чтобы почистить свою зону под бровью и сделать ее как можно более красивой в растушевке, я буду использовать другой оттенок теней. Я возьму вот такой вот светлый телесный оттенок из моей палетки Too Faced Romantic Eye. В принципе, роли не играет, какую именно палетку или какой оттенок вы возьмете, главное, чтобы это был такой светлый телесный оттенок. И я набирала на них этот оттенок на пушистую кисть и прохожусь вот так вот вдоль всей моей тушевки. Теперь мне осталось закончить нижнее веко и сюда я буду наносить тот же синий оттенок, что и, в общем-то, до этого наносила. Вот так вот буду наносить и растушевывать легонько. Следующий шаг – выделение нашей петельки. И мне нужно будет взять гелевую подводку и вот так вот аккуратно подвести контур этой петельки и растушевать немножко для того, чтобы линия не была сильно жесткой и все смотрелось гармонично. Я буду использовать подводку Makeup Atelier в черном цвете. Теперь я беру совсем маленькую кисть и 391 оттенок Inglot. Гелевую подводку я нанесла. В принципе, на этом можно и закончить с, скажем так, обводкой этой петельки. Но если вы хотите, чтобы она совсем-совсем идеально смотрелась, то лучше взять еще также жидкую подводку. Я буду брать свою жидкую подводку Dolry Wing и сейчас доведу просто до идеала эту петельку. Почему я взяла сначала гелевую подводку? Потому что жидкая подводка не растушевывается. Если бы я сразу нанесла жидкую подводку, у меня бы здесь откуда ни возьмись просто была такая черная линия, которую я бы никак не растушевала, и мне бы с ней было тяжело потом работать и смотрелось бы это не так хорошо, как когда я создала такую базу черную. И сейчас я на самом-самом краю просто сделаю линию ровной и четкой и эта линия у меня будет уходить постепенно в тушевку. Вот, надеюсь, вам понятно, о чем я говорю. Вот сейчас эта жидкая подводка не выглядит чем-то инородным у меня на веке. И я также закончу стрелку, подведу полностью глаз. Я подвела полностью глаз, и в принципе на любом из этих этапов вы можете остановиться и сами решить, какой вариант вас больше всего устраивает. Я хочу еще сейчас нанести черную гелевую подводку на верхнюю и нижнюю водную линию. Мне кажется, что так макияж будет выглядеть еще лучше. Ну вот и все. Мне осталось только накрасить ресницы, и как только я это сделаю, сразу же вернусь к вам. Макияж глаз я закончила. Если вам интересно посмотреть, что я использовала на остальном лице, то, конечно же, останайтесь со мной. На лице у меня сегодня тональная основа от NARS Sheer Glow. Оттенок у меня Fiji. Также я использовала, конечно же, консилер. Один под глаза Rimmel Wake Me Up и второй от Make Up Forever Full Cover на какие-то там несовершенства, проще и какие-то подобные. На щеках у меня сегодня новый бронзер, который я сейчас пробую. Это от Too Faced. Вот такой вот бронзер. Он называется Endless Summer. Выглядит он вот так вот. Вот такой вот у него оттенок. Очень такой красивый оттенок бронзера. Он, не сказать, что матовый. Чуть-чуть в нем есть такой шиммер, но практически он выглядит матовым на лице. Сейчас, как вы видите, он у меня. И мне пока нравится. Очень хороший бронзер. И дополнила я его хайлайтером от MAC Cream Color Base в оттенке Pearl. На кубах у меня всего лишь один продукт сегодня. Это Rimmel Apocalypse оттенок 500 Luna. Это такой персиковый оттенок, который очень хорошо сочетается с тем, что у меня на глазах. И мне кажется, очень интересно получилось, когда перекликаются глаза и губы в этом плане. И да, вот такой вот макияж у меня в итоге получился. Надеюсь, мой макияж вам понравился. Если так и было, то не забудьте, что вы можете поставить мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем. И я надеюсь, что вижу вас в следующем своем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok